Привет всем! В студии Алексей Мартынов это программа Ставропольского государственного аграрного университета студент АУ. Двери аграрного всегда открыты для гостей. В этом смогла лично убедиться делегация Министерства рыбного хозяйства и развития водных ресурсов Республики Шри-Ланка. Визит получился краткий, но насыщенный. Программа визита рассчитана всего на несколько часов. Неформальная встреча с ректором, экскурсия по университету и подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Республики Шри-Ланка и Ставропольским государственным аграрным университетом. Он предусматривает совместную работу в подготовке кадров для сельского хозяйства Азиатской Республики. Уже в конце визита гости признались, что очень рады возможности побывать в аграрном вузе. Это уникальный университет. Я бывал в Оксфорде, Кембридже, Гарварде, и я вижу, насколько хорошо организован аграрный университет, насколько ориентирован на практическое обучение. Я намереваюсь по возвращению домой пропагандировать российские вузы, которые я видел, но особенно я буду хвалить этот университет. А как экономически обосновать любое сотрудничество, знают финалисты Всероссийского конкурса научных исследований молодых ученых в области экономики. На прошлой неделе были определены самые лучшие в стране студенты-экономисты. 27 российских регионов представляют 60 участников. Все они обладатели призовых мест окружных этапов конкурса на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов вузов Минсельхоза России. Конкурс проводится с 2007 года и включает в себя три этапа. Сперва выбираются лучшие участники в вузе, затем они защищают свои работы на уровне федерального округа и вот лучшие из лучших студентов-экономистов собрались в Ставрополе. А побороться есть за что. Это и внушительный денежный приз, и право на обучение в магистратуре и аспирантуре любого вуза Минсельхоза России. Но для молодых и амбициозных участников важно еще признание их заслуг и советы маститых ученых из жюри конкурса. Ребята уверены, проигравших здесь не будет, ведь каждый теперь узнает, как доработать свой проект и как сделать так, чтобы он вышел за пределы бумаги и реально помогал развитию экономики АПК. Сельхозпредприятие изначально уже подвержено финансовому риску, так как производство продукции именно в данном секторе изначально зависит напрямую от природно-климатических условий, следовательно, риски здесь огромные. Итоги конкурса иначе как блестящей победой Ставропольского аграрного университета не назовешь. В двух номинациях из трех первое место завоевали наши студенты и аспиранты. Ребята говорят, что секретный ингредиент их успеха – практическая направленность их исследований. К примеру, результаты работы аспиранта экономического факультета Александра Байдакова уже успешно применяются на девяти сельхозпредприятиях края. Сейчас существует более 200 всяких методов прогнозирования, это при приблизительной оценке. И на предприятиях экономисты зачастую выбирают не самые адекватные и лучшие методы. И в итоге получают не те результаты, которые хотят, а что-то другое или недостоверные результаты. А наша методика, по сути, позволяет сделать этот выбор правильно и правильно эти результаты интерпретировать. Победительница направления менеджмент Алена Тутикова в своей работе рассмотрела, как отразился процесс смены владельца на социально-психологическом климате коллектива в одном из крупнейших агропредприятий края – Ставропольский бройлер. Мы исследовали социально-психологический климат в организации при переходе предприятия другому владельцу. Мы пришли к выводам, что во время реструктуризации происходит временное или постоянное ухудшение социально-психологического климата, но в процессе введения новых контактов с новым руководителем происходит возвращение к хорошему, положительному социально-психологическому климату в организации. Теперь у победительницы есть реально действующая методика мониторинга психологической атмосферы на предприятии и алгоритм действий для руководителя по предотвращению конфликта. А победители связывают свое ближайшее будущее в первую очередь со Ставропольским аграрным университетом. Алена собирается воспользоваться своим правом на внеконкурсное место в магистратуре, а Александр намеревается защитить кандидатскую диссертацию и заняться экономической наукой. Новую породу овец представил на краевой выставке знаменитый академик, профессор аграрного университета Василий Андреевич Мороз. Наша съемочная группа пообщалась с великим ученым и узнала о перспективах развития овцеводства на Ставрополе. Овцеводство долгие годы считается визитной карточкой Ставрополя, а человеком, создавшим славу и гордость российского овцеводства, по праву называет Василия Мороза. И на этой выставке он чувствует себя как рыба в воде. Еще бы, из девяти представленных здесь племенных пород овец он создал две. Я на это стадо долгие годы своей жизни потратил. Атамановский меринос называется. Она отличается изумительными шерстными качествами, мериносами, которые идут на лучшие типы тканей. Скажем, адмиральский, драб для высшего офицерства, женские ткани делают. Как раз вот эта шерсть. Она моет, окрашивается в любые цвета, в любые. Это достояние, которое осталось в России, но в Ставропольском кое-то другого нет. Представлена на выставке и еще одна новая порода овец – джалгинский меринос. И к ней самое прямое отношение имеет Василий Андреевич. Именно под его руководством группа ученых вывела эту породу. И пока посетители выставки восхищаются племенной элиты овцеводства, Василий Мороз каждую минуту встречает старых друзей. К примеру, Чебана Николая, который еще 30 лет назад вручал ему звезду героя социалистического труда. Он 16 лет начал Чебанова. 16 лет. Я пришел, он начал работать, потом его забрали в армию и снова пришел. Потом он остался там, а я ушел. Сам Николай тоже рад встрече со своим бывшим начальником. А Василий Андреевич насчет этого строгий был. Он сразу не смотрит ни на Чебана, ни на копыта глянул. Вот я беру, у него 140-150 килограмм, я раз на колено, копыта порезал. И хотя главными героями выставки были овцы и козы, но и другие животные тоже пользовались успехом. Различные породы кроликов, шиншилл, собак, фазанов, перепелов, павлинов, куриц и даже рыб и пчел превратили выставку в своего рода сельхоззоопарк. Не меньшим успехом пользовался и стенд аграрного университета. Ознакомиться с разработками наших ученых пришел даже в Рио губернатора края. Завершим программу репортажем с конкурса «Мистер и мист студенчество Ставропольского края». Десять достойных пар из вузов края боролись за право представить наш регион на всероссийском конкурсе. Кто победил, узнаем из следующего сюжета. Конкурс «Мист студенчество» проводится в Ставропольском крае уже более 10 лет. Но в этом году впервые на сцену вышли не только прекрасные девушки, но и сильные юноши. Задача перед участниками стояла непростая – в течение пяти конкурсов убедить жюри не только в своей красоте, но и в таланте. Задания традиционны для подобных конкурсов – дефиле в вечерних и студенческих нарядах, в образах известных героев, видеовизитка, творческий номер и конкурс интеллектуальный. В нем юношам предложили поразмышлять на тему «Моя будущая семья», а девушки рассказали о том, кто является для них героем. Мой герой – это очень добрый, открытый, нежный и самоверный человек. Именно таким и является мой дедушка. И это действительно так. Ведь в этом году мой дедушка с бабушкой отметили 45 лет со дня своей свадьбы. Совершенно феерические выступления студентов Аграрного не оставили равнодушными ни зал, который при выходе любимых участников начинал скандировать их имена, ни жюри. По итогам всех конкурсов, вторым вице-мистером студенчества Ставропольского края стал Даниил Питак. Большое спасибо всем, кто мне помогал, шил фраки, танцевал со мной, просто морально поддерживал, снимал видео. Спасибо всем большое. Я считаю, что я выступил на максимум, а там уже рассудили, как рассудили. Я доволен результатом. А совершенно убедительную победу одержала Анастасия Калюжная, совсем недавно ставшая победительницей аналогичного вузовского конкурса. В этот раз Настя удивила зал широтой своего творческого диапазона. Она выходила в различных образах от трогательной Наташи Ростовой до девушки-вамп из великого Гэтсби. Очарованная талантом Настей жюри, присудила ей безоговорочную победу. Теперь наша королева красоты будет представлять Ставропольский край на всероссийском этапе конкурса. Готовиться буду достойно в первую очередь, потому что я не только буду представлять свой любимый вуз, но и весь Ставропольский край, поэтому максимально буду прикладывать все возможные усилия. Буду делать все, выкладываться на все 100%, чтобы действительно выступить достойно. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Аграрный университет.